Философское значение парадоксов Парадокс Парадокс подразумевает нечто, вступающее в противоречие с превышенными взглядами, со стандартными схемами Мы говорим, что великое просто А вот парадокс он антипрост Парадокс бросает вызов этому критерию простоты Потому что он осложняет нашу жизнь В парадоксе есть форма противоречия, причем противоречия наиболее острого, провокативного И поэтому отношение к парадоксам у людей разное Но как правило, одни хотят освободиться Почему? Потому что все-таки люди хотят видеть мир простым и ясным Вот и есть такое у нас внутреннее желание Нам хочется, чтобы истина была однозначна Бесспорна, абсолютно Истина научная Но то же самое нам хочется и в отношении этических норм И они должны быть простыми, однозначными, общеобязательными, безусловными Где-то это соприсуще человеку И мы сказали так Человек не любит противоречия Прямо надо сказать И когда он с ними сталкивается, то Выстекает желание их разрешить Именно поэтому человек очень рано создает формальную логику Задача которой Обеспечить ясное Строгое Четкое Определенное И самое главное Однозначное движение мысли Никаких колебаний Никаких отрицаний Некая прямая линия Которая представляется бесспорной И обязательной для всех Вот идешь по прямой, как по проспекту И Ничто тебя не собьет с этого курса Мне кажется, что вот одна из Миссий философии заключается в том, чтобы Где-то переделать наше сознание Его переориентировать Философия обнаруживает Противоречивость бытия Противоречивость познания Противоречивость человека Поначалу философы Порой Как бы Сникают Пасуют Перед собственным открытием Открыв противоречие Не хотят его снять И Я вам покажу, что вот эта Борьба с противоречием Которая уже обнаружена И само обнаружение Это весь великий результат Вот эта борьба с противоречивостью Она занимала много Веков И можно сказать, что лишь где-то Ну 150-170 лет назад Произошел поворот Радикальный Мы отношили к противоречию И мы говорим, что Противоречие надо брать со знаком плюс Противоречие это Нежно позитивное Мы как бы Адаптируемся к противоречию Уже не стремимся от него освободиться Ну это связано с именами Гегеля Киркегора Экзинсуалистов Это уже 19-й век В его второй половине В середине Ну Гегель В 30-е годы Это 20-й век Я к этому вернусь Ну а теперь вот давайте Вот попробуем себе Представить Когда человек впервые Вот Столкнулся с противоречиями С парадоксами Я Хотя это и синонимы Но все-таки парадокс Это Нечто Больше чем противоречие Парадокс это Противоречие Которое Кажется похожим на Гордефузил Это вызов Вызов знаете чему Здравому смыслу Здравый смысл он Любит ясность Любит простоту Вот Борьба с парадоксами Найдет как раз На этом фронте С одной стороны Здравый смысл С другой стороны Парадокс Вот нам хочется Чтобы мир отвечал Критериям здравого смысла А мир упрямится Мир не подчиняется Схематике Элементарной Примитивной схематике Здравого смысла Как правило Глубинные парадоксы Глубинные парадоксы Получают выражение Очень такое Я бы сказал Острое Адекватное Адекватное сути парадокса Ну Вот я сейчас вам Приведу Такие вот Краткие формулы Античной философии Которых уже Содержится элемент парадокса Ну вот пожалуйста Фалес Так Первый отец Греческой философии Он означает Одной проблемой Вот есть разнообразие Мира Разнообразие форм Разнообразие Движения Разнообразие цветов Разнообразие звуков Есть совершенно разные Субстраты Вот есть дерево Есть металл Есть песок Есть глина Есть вода Есть воздух Мир невероятно Петр Мир вот калейдоскопичен А нельзя ли Нельзя ли Вот это разнообразие Свести к одной основе Вот уже здесь Начинается диалектика А парадокс Это всегда диалектика А парадокс Это как раз Наиболее мощное Выражение диалектики Так С одной стороны Раздобраешься С другой стороны Единство С одной стороны Множественность С другой стороны Некая универсальная Единая основа Так Ну вот Фалес Дает решение Этой проблемы Этой задачей Дилектической задачей Когда говоришь Что все произошло Из воды Вот и алгоритм Все из воды Это парадоксально Звучит для Здравого смысла Понимаете Да Почему все из воды Неужели Желез из воды Неужели Свинец из воды Неужели Медь из воды Неужели Мрамор из воды Вы чувствуете Вы чувствуете Тут просто Вызов От схематики Здравого смысла Но вообще Фалес прав Потому что Действительно Все разнообразие Химических элементов Может свести К квадроудам К квадроудам Это основная часть воды Вы помните Формулу воды Видите Такая красивая формула Она парадоксальна Конечно Парадоксальна Вот Все из воды Сказал Фалес И этим положил Начало Великой традиции Обращаю ваше внимание Что здесь Вот звучит Это местоимение Все Парадоксальна Как правило Стремятся К всеобъемлемости К Всеохватности Что такое Всеобъемлемость Всеохватность Это Целые координа мира Это универсум И вот Пожалуйста Сложнейший универсум Сложнейшая целостность Сводится Редусироваться К простому Началу К воде А вот Еще более Прадоксальное решение Это все В рамках Происходит Малайзийской Философской школы Это Где-то 6 5 века 1 н.э. Аноксавор Аноксавор Да Вот Учит о том Что Мир построен Из Гомеомерий Гомеомерий Это как бы Семена Семена вещей Так Исчезающие Малые частицы Но в каждой частице Заложена Возможность Развернуться Во вселенную В универсу То есть Здесь Прадоксально Замыкается Друг на друга Ультрамалая Микроскопическая И ультрабольшое Мегаскопическая Вот Очень многие Нынешние парадоксы Строятся Вот на этой схеме Когда Идет Вот Замыкание Противоположностей Обратите внимание Как Прарадокс Себя структурирует У Олеса Многое Единое Так Многое Единое Вот Противоположности Они замыкнулись На воде Так Здесь Это логичная схема Логичная схема Да Вот Ультрабольшое И ультрамалое Они замыкаются Друг на друга И Загор говорит Что в каждом Элементе Окружающем Нас Задерживается Нечерпаемая Информация Ну К аналогичной мысли Пришли Даосы Когда говорили Что Можно изучать Вселенную Не покидая Свой песчаный Дворик Каждая песчинка Она дает информацию Обо всем Так Отсюда его Афоризм Извините афоризм Все во всем Все во всем Так Это Наксагор Тоже Тоже Формула Парадоксальная Формула Которая Провоцирует Нас На То Чтобы мы Разбили Оковы Здравого Смысла Вот Парадокс Он чем Хороший Парадокс Это Провокация Парадокс Это Вызов Парадокс Дерзок Так Вот Он Хочет Нас Раскрепостить Парадокс Как-то Святый С духом Свободы И прежде всего Свобода От чего? От Линейного Схематичного Мышления Ну а Античность Она как раз Очень много Дала Парадоксов Замечательных Парадоксов Но прежде всего Мы Вот Понятие Парадокс Ассоциируем С понятием Апория Надел Задарение Другое Апория Я привык Апория Вот Это знаменитые Апории Зенона Зенона Так Вот Как эти Апории Появились Это Классические Примеры Парадоксов Два Философа Гераллит и Параминит Спорят Так с другом Типичный Диалог Типичный Диалог Вообще Истинно Диалогично Как мы Говорим Да Или мы Говорим Что Истинно Антинамично То есть Истинно Включает Себя Тезис Антитис И мы Говорим Что Истинно Парадоксально Истинно Парадоксально Сегодня Мы Это Можем Сказать Со всей Определенностью Вот Смотрят Два Философа Гераллит Говорит Мир Есть Движение Параминит Говорит Мир Есть Покой И Оба Философа Говорят На всякий Парадоксов Так Ну Пожалуйста Гераллит Говорит Нельзя Два Войти В одну И ту же Воду А почему Это Опять-таки Вызов Здравого Смысла Почему Я войду Сколько раз Захочу Столько раз И войду Нет Каждый раз Вода Новая Говорит Гераллит Вот Это Гениальная Идея О том Что Мир Есть Тотальная Изменчивость Что Мир Нет Никаких Констант Нет Никакой Стабильности Нельзя Два Вод В одну И ту же Воду Солнце Каждый Миг Новое Есть Такой У него Афоризм Солнце Каждый Миг Новое Почему Солнце Разве Есть Сила Постоянства И вдруг Вот такое Ошарашивающее Заявление Которое Конечно Опережает Свою Эпоху На Сколько На Два Свойные Тысячелетия Потому Сегодня Мы знаем Что Солнце Есть Процесс Процесс Очень Бурный Мы знаем Что Солнце Все Время В состоянии Бурления Ну Там Бывают Фазы Покоя Но Даже Этот Покой На самом деле Динамичен А бывает Когда На солнце Происходят Бури Солнечные Бури Правильно Да Мы Это Все Знаем Так Это Это Дражается На Нашей Земной Жизни Вот Гераклит Парадоксально Говорит О мире Как о Процессе Парменид Его Оппонент Парменид Утверждает Что Мир Недвижен Движение Оно Что Такое Движение Движение Оно Наносит Изменчивость Да Вашу Любую Структуру Хорошо А Изменчивость Не может Исказить Образ Истины Что Мы Ищем Что Нам Нужно Как Цель Философства Не Истина Да Истина Может Меняться Истина Может Мутировать Вот Он Спрашивает Гераклита Да Истина Нужна Постоян Многое Подвижное Единое Неподвижное Истина В едином Истина В едином И вообще Все что мы видим Вокруг себя Вот эти Движения Все Бурление Кипение Это иллюзия Это не настоящее Это неподвижное А нужно Смотреть в корень вещей А в корне Покой А в корне Неподвижность Вопреки чему Вопреки Не только Здравому смыслу А вопреки Нашему Чувственному Опыту Мы же видим Вокруг себя Изменения Нет Это изменение Ничего не стоит Они Используя Термины Нандусов Есть Майя Иллюзия Видимость И вот Дочник Парменида Зенон Дабы Подверглись Вгляды Своего Учителя Развивает Целую Концепцию Это Заменитое Апоретика Апоретика Ну Слово Апоретика Конечно Да Еще Не было Образовано Мы его Недавно Так Слово Апоретика Философию Скажем Для черепаху Ну Уже Вот Сама Подстановка Задачи Кажется Абсурдная Может Сложиться Впечатление Что Зенон Над нами Издевается Тем более Вопрос Как звучит Может ли Хелес Может ли Черепаха Догнать Ахелес Ахелес Здесь Просто Я немножко Спутал Да Вначале Вначале Выходит Черепаха Да Символ Медленного Медленного Движения Немножко Устала Прошу Прочение А потом Отправляется Ахелес Понимаете Да Черепаха 30 секунд Проползла Вслед За ней Отправляется Ахелес Символ Скорости Символ Быстрого Бега Сможет Ахелес Догнать Черепаху Понимаете Да Но Ну как так Почему нет Почему нет Да Что мы будем делать Эксперимент Дурацкий Идиотский Да Будем Значит Искать Черепаху Искать Хорошего Бегуна Вот видите Провокация Провокация Как будто Нас Дурачат А теперь Мы будем Слушать Синонова И он Начинает Рассуждать Ну говорит Так Хорошо Вот Атрезок Разделяющий Черепаху Ахелес Ахелес Прежде чем черепаха Пройдет Вес Это надрезок Она должна пройти Половидно Дрезка Одну четверть Одну восьмую Одну шестнадцатую Одну тридцать вторую Одну шестнадцать четвертую Одну сто двадцать восьмую Дрога ходит Бесконечность Правильно Да Дрога ходит Все логично Все логично Да И вот такое движение Вообще не может начаться Это логические Доводы Это логические Доказательства И они безупречны И до сих пор Никто Эту опору Зенона Не смог Опроявить Именно Логико-матевическим путем Есть способы Ее провержения Какие Ну физические способы Теперь мы знаем Что существует Квант длины Квант длины Так Минимальная длина Длина квантовая Квантуется Вот мы этой длины Достигли Все Уже от нее Можем лесать От нее Можем начинать То есть Можно начинать Настоящий бег И расстояние То есть Набирать Какие тебе Душны Но суть То в том Что Продокс Логический Логический А не физический И нету Вот Пока У нас Средств Чтобы его Разрешить На логическом уровне Это Великий Продокс Гелес и черепа Называется Вот еще Парадокс Зенона Стрела Выпускаем Стрелу Стрела летит А летит Лена Что такое Стрела Что такое Что такое Вот Это картина Полета Стрелы В данный В объеме Мгновения Каждый миг Каждое мгновение Стрела покоится Правильно Но тогда Не было Такой Специальной Съемки Вы знаете О чем я говорю Да Когда можно Летящий Объект Так снять Что он Будет Казаться Не размытым Не Размазанным А вот Конечно Целое Да Логично Каждый момент Среда покоится Каждый Момент Время И вот Такое Что Тогда Движение Движение Есть сумма Покою Правильно Да А сумма Покоев Есть покой Все Стрела Не летит Движение Стрелы Иллюзорно Вот Знаменитые Опоры Зенона Которые Украсили Мировую Холософию Они Очень Талантливые Опоры Конечно Они Блистательные Они Прежде всего Провокативные Но У них Тоже Что В них Просвечивает Какая Основа Проступает В плане Диалектики Вот Противоположность Непрерывного И Прерывного Континуума Континуума Это непрерывность Постепенность И дискретность Это скачки Это кванты Так Вот Для Зенона Движение Непрерывное Движение Континуальное Так Можно с ним Смотреть Конечно Но То Что он Сделал Великое Дело Для философии Это бесспорно Хорошо Сейчас я хочу Оставить философию А как-то Обратиться К некоторым Другим Идеям Греческой Философии К ее образом Греческой культуры К ее образом К ее архетипам Хочу обратить ваше внимание На то Что Вот Многие парадоксы Связаны с тем Что Явление Как бы Двоится Мы видим Что Явление Включает В себя Моменты Незаместимые Парадокс Сейчас Строится На этом Эффекте Незаместимость Незаместимость То Что Разделено Разделено Вдруг Сталкивается Сталкивается Связывается Какой-то Один Узел Узел Так Вот Парадокс Может указывать На двойственность А двойственность Это обнаруживать Мы Это Скоро Увидим То есть Совещение Незаместимого Сочетание Незаместимого Но В этом плане Характерные Образы Так называемые Миксотропные Образы Не характерны Не только Для ревни греков Это вообще Как бы Инвариант Всех культур Образы Ну Типа Скажем Я буду брать Греческие Примеры Образ Кентавра Парадокс Здесь Сочетается Начало Животное Начало Человека Сочетание По-моему Изящное Красивое Или Сфинкс Человек И лев Русалка У них Были Тритоны У нас Русалки Полурыба Получеловек Вот Очень часто В мире Искусства Парадокс Используется Как игра Как игра Игра Которая Призвана Расковать Воображение Возбудить Фантазию Но Я замечу Что За этими Образами Стоит Диалектика Диалектика Серьезно Не только Игровая Игровая Строя Здесь просматривается Но человек В самом деле Вот он Существо Как мы говорим Биосоциальное Человек Человек Есть парадокс Я об этом Буду много Говорить Человек Ультра Противоречив Ну вот Мы скоро Будем на Проблем Христа Понятие Богочеловека А вот Как хорошо Назвал Человека Волошин Волошин Такая Краткая Формула Человек Это Богозверь Богозверь Смотрите Как это Резко Скрестнулось Два смысла Резко Скрестнулись Два смысла Богозверь Но Богозверь Это тоже Перехлёст Очень мощный А здесь Еще Более Сильный Человек Это Богозверь Это Человек Сочетает Себе Начало Божественное Начало Животное Начало Светлое Начало Темное И вот Эти образы Они конечно Символизируют Эту нашу Развоенность Эту нашу Внутреннюю Контрастность И Я думаю Каждый Иногда Чувствует Себя Кентавром И слышит Стук Собственных Копыт Я так бы сказал Что есть То есть Вот Мы Еще не Выбрались До конца Из Нашего Прошлого Это Указывает Психоанализ Прежде всего Фрейд Который Показывает Что Наша Бессознатель Она Как бы Звериная В своей сути Животная Природная А наше Сознание Оно Есть нечто Аполлонийское Нечто Гармоническое Но сознание Маломощное По сравнению С тем Что заложено Бессознательным И Фрейд Говорит о человеке Как О всаднике Который Не может Управлять Конем Всадник Это сознание А конь Это бессознательное Ну вот Здесь Тоже Как бы Просматривается Кентавром Я бы сказал Центральным образом Психоанализа У Фрейда Греки Владели Поэтикой Парадокса Именно Поэтикой Парадокса Это вот Как бы Новый Аспект Я беру Но Впервые Парадокс Поэзии Появился У великой Поэтессы Сафо Это 6 век До нашей эры Видительная Женщина С которой Мы связываем Прежде всего Остров Лезбос Отсюда И понятие Лезбийской Любви Ну а я думаю Что в Сафо Она была Как-то вот И способна На любовь Бисексуальную Известен Ее роман С юношей Фаоном Есть Картины Известные Мировая Классика Где вот Она Изображена С Фаоном Фаон Такая Есть о нем Легенда Он работал Паромщиком Общение Между Малой Азией И лесбосом И однажды На его судно Села старушка Жалкая Бедкая одежда И у нее не было денег Заботить За переезд И вот Фаон Провел к ней Милосердие И перевез ее Бесплатно Оказалось Что это была Афродита Она такой Облик И она Делала Фаону Дар Зачаровывать Женщин Забогничивать Их Навсегда Прять плен Ну и Фаон Очень так сказать Широко Это Благо Использовал И вот Нему влюбился Фо Вообще Фаон Быстро Оставал К своим Любимым Сафо Бросилась Со скалы Левканская Скала Знаменитая Вот такая Трагическая История Но вот Именно Сафо Она поняла Драматизм Любви Или даже Драгизм Любви И Ей Принадлежат Гениальные Определения Любви Сладко Горькое Чудовище Сладко Горькое Вот это Типичный Парадокс Для такого Парадокса Есть специальное Обозначение Оксюморон Оксюморон Это парадоксальное Сочетание Противоложных Начал Оксюморон То что в философии Называется парадоксом То в филологии В поэтике Называется Оксюмороном Я люблю это понять Я его использую Очень широко Оксюмороном Вот Сладко Горькое чудовище Горькое чудовище Горькое чудовище Диалектика чувств Их неоднозначность Их противоречивость Вот в этом Двойном эпитете Сладко Горькое Да Вот эта Диалектика Привилась на уровне Поэтии Я хочу сказать Что очень широко Используют Оксюморон Поэтии 20 века Вот в любом Справочнике Вы найдете Качество иллюстрации К понятию Оксюморон Знаменитые строчки Ахматовой Есть Знаете Царское соло Там много статуй И вот К одной статии Она обращается Такими словами О как ей весело Грустить Такой нарядно Обнаженный О как ей весело Грустить Такой нарядно Обнаженный Весело грустить Парадоксальное Словосочетание Нарядно Обнаженный Или ты нарядный Или ты обнаженный Или ты одетая Или ты голая Вот парадокс Он как раз и сталкивает Противоложные смыслы И в этом его сила И отсюда Какие-то новые краски Отсюда Какие-то новые нюансы В передаче чего Отношение человека к миру Самовыражение Эти нюансы Билактические Начинают проявляться И это завораживает Это заставляет задуматься Вот это очень сильное Сильное Стилистическое средство Вот сейчас начинаются Белые ночи Белые ночи Тоже оксюмарон Типичный оксюмарон Ночи белые Такое состояние природы Когда Снимается Обычное Противоположение Дня и ночи Русский север Он прекрасен Своими белыми ночами Эту парадоксацию Белых ночей Прекрасно понимали Классики Петербурга И Пушкин И Достоевский Конечно Белые ночи Распета Как состояние Продоксальное Когда все двоится Петербург двоится Душа двоится Вот это двоение Оно очень Поэтично Вот здесь Такой минерал Исландский Шпат Ему свойственно Двойное Отлучение Преломления Положишь Его на Текст И текст Раздвоится Вот я считаю Что Белая ночь В Петербурге Похожа на Огромный Кристалл Исландского Шпата И все В Петербурге В это время Раздвоено Тема двойничества Эта тема Тоже очень интересная И очень глубокая И она связана С парадоксальностью Хорошо Теперь вот давайте Вернемся в Грецию И начнем Двигаться В сторону Христианства Есть Прямой контакт Античной культуры С христианством Контакт Очень благотворный И наверное Может быть Христианство Имело бы Другую форму Если бы не было Античной подготовки Античной репетиции К нему Вот приходит Мир христианства И сразу Начинается Парадокс Сразу Самая Парадоксальная Религия Но если Парадокс Критерий Истины То Парадокс Здесь Берет Верх По этому Критерию Два Понятия Возьму Христианских Самых Главных Это Понятие Троицы И понятие Бога Человека У нас уже Лария Троицы Но еще раз Скажу О том Что Троица Есть Структура Несовместимая Со здравым Смыслом Провоцирующая Здравый Смысл Троицы 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 Разные Вещи Он ставит Знак Тождества Потому что Он Вторая Апостась А каждая Апостась Содержит Себе Остальные Две Апостаси Естественно Что Он Не понял Своими Современниками И Отсюда Его Трагическая Гибель Вообще Все Христианство Это Огромный Кровоточащий Парадокс Вот Сама Сцена Распятия Бог На Кресте Бог Умирает Все Ереси Которые Возникли В связи с христианством Вокруг христианства Эти ереси были Как раз Чем обусловлены Вот Неготовностью Неготовностью Сознания Принять Истинную В ее Продоксальной Форме Ну вот вам Пример Арий Арианская Ересь Самая Извинитая Ересь Я думаю Что Большинство Люди Где-то Ариане Вот Арий Так Он Никак Не мог Вместить Своё Сознание Тот Факт Что В Троице Бог Отец Его Святой Дух Ну Равночестно Как говорят Православные Мыслители Равночестно Равноправно По-нашему Да Как так Разве Отец Не старше Сына Старше И в плане Возраста И старше Старше В плане Статуса Статуса Да Веса своего И вот Арий построил На Дель Троице Где Мы видим Последовательность Характерна Для земного мира А не для Вечности Троица Это Вечность Да Какая Последовательность Вот На вершине Бог Отец Ниже Ступенька Это Бог Сын И еще ниже Бог Святой Дух Да Иерархия Причинно-вседственная Иерархия Отражающая Каузальные связи Отражающая Временные Зависимости Ну что Здесь мы видим Да Мы видим Что вот Сознание Ария Не справляется Со сложностями И он Дает Упрощенную Редакцию Великого Догмата Приспоставляет Его под Свои возможности Под свой Интеллект А как Учит Ортодоксальная Церковь Я думаю Она ближе К истине Учит О том Что Три Постатия Друга Совечна Совечна Вот Нужно Быть из Временного Потока И прикоснуться К Вечности Вечности Знает Понятие До И позже Раньше Сейчас Потом Вечности Все вместе Так И Вечности Нет Вот этой Лестницы Которую Видел Арий Вечности Есть Единство Есть То Что Мы называем Совечностью Совечностью Иерархи Постати Вот Вокруг Троицы Было Много Споров И Все Они Конечно Вот Инициировались С тем Обстоятельством Что Принять Троицу В ее Парадоксальной Глубине Очень непросто И сегодня Троица Это Твердый Камушек Для Нашего ума Нашего ума Проникнуться В нее Троицу Очень Очень Непросто То же самое Понятие Христа Понятие Богочеловека Богочеловек Типичный Оксюморон Богочеловек Всегда Между Богом и Человеком Мы видели Пропасть Разрыв Дистанцию И вдруг Эта дистанция Снимается И вдруг Противоположные Моменты Замыгаются Друг на друга Вот Симбиоз Невероятный Симбиоз Богочеловека Получается Нечто единое Цельное Христос Воплотившееся Вторая Ипостась Воплотившееся Слово Так что Христианство Очень и очень Парадоксальное И в этом Его Конечно Сила В этом Его Мощь Хорошо Классическая Наука Она Конечно Не любит Парадоксы Классическая Наука Ориентирована На ценности Античного Космоса Это Космос Конечный Греки Рассуждали Бесконечности Иногда Нельзя сказать Что они были Совсем Закрыты Для этой Темы Но вот Их интуиция Бесконечности Она Что-таки Где-то Интуиция Чуть-чуть Придержанная Они Боялись Бесконечности Что есть То есть Конечно Скажем Если мы возьмем Опорезину Там присутствует Бесконечность Но какая бесконечность 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 Деления Куда В глубину Бесконечность Античности Это космос Оформленный Определенный Это сфера За которой Представляется Хаос У Плагора Хаос У Рисотеля Ничто Интересно Что За космосом Начинается Ничто О котором Вообще Нельзя ничего Сказать Вот Греки Интуитивно Понимали Что бесконечность Она Генерирует Парадоксы Они Хотели Построить Мир Непротиворечивым Это Вообще Характер Греки 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 Греки